Привет всем голодным и сытым! Меня зовут Коля, добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами будем готовить очень праздничные блюда, которые кушают на праздники в Корее. Почему они кушают это блюдо на праздники? Потому что главный, основной ингредиент это говяжьи ребра. Говяжьи ребра в Корее очень дорогие, если они еще местного производства, то цена может достигать до 100 долларов за килограмм. Но мы взяли ребра говяжьи, которые привезли из Америки. Да, они дешевле, мы взяли килограмм за 23 тысячи, это 20 долларов. А вот эти ингредиенты мы сегодня будем использовать. Это лук репчатый, болгарский перец и острый перец, морковка, картофель, лук порей, грибы шитаки и говяжьи ребра. А вот что нам понадобится для маринада. Чеснок, имбирь, кунжутное масло, это у нас соджу, корейская водка, соевый соус и вода. Также мы сюда добавим в соус лук порей. Для начала нам нужно залить наши косточки водой и оставить на час. Для чего я вам сказал мясо замочить? Потому что если мясо замороженное, то весь лед растает и вся ненужная кровь выйдет. Что мы делаем? Мы лук порей делим напополам и крошим. Добавляем наш лук в миску, в которой мы будем делать маринад. А это наш имбирь. Можно делать без имбиря, но с имбирем вкуснее и полезнее. Такие же операции проделываем с чесноком. Чеснока взяли 30 грамм или 6 зубчиков. Но в зависимости от зубчиков у нас 6 нормальных больших зубчиков. После того, как мы сюда нарубили лук порей, чеснок и имбирь, добавляем сюда водичку 150 миллилитров. Сойвый соус 150 миллилитров. То есть один вот такой коп, которым пользуются многие в Корее, это 150 миллилитров. Это у нас соджу, корейская водка. 50 миллилитров. Может, не надо водку? Нет, надо. Почему я туда наливаю? Как говорят мои коллеги, то водка убивает запах мяса. Кунжутное масло, 2 столовые ложки. И теперь хорошенько все нужно перемешать. Добавляем щепотку черного перчика. Перчик. После того, как прошел час, моем мясо. Хорошенько все промываем. Выкладываем наше мясо в наш маринад. И нужно хорошенько все перемешать. Перемешать. Да ты видел свои руки, блин. Сходи на маникюр. Давай. А теперь нужно хорошенько все перемешать. Вот так. Чу-чу. Чу-чу. Пальцами, 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 да. Обязательно в перчатках пальцами. Ты чувствуешь, как это все пахнет, да? На начальном этапе. Что же будет в самом конце? У-у-у. Я аж предвкушаю. У меня аж слюнки уже потекли. Мне очень нравится это блюдо. Сюда же добавляем водичку. 800 миллилитров. Пока наша кастрюлька стоит на огне, мы ждем пеночку, когда всплывет. А тем временем мы будем подготавливать овощи. Так. Вот так. Грибочки и шитаки режем наполовину. Напополам. Хотя можно еще мельче. Мы их закинем попозже, в самом конце. Нашу картошку режем вот таким вот образом. Вот видите, здесь, допустим, сколько. Один пальчик. Размером с пальчик. Слыхали такой? Добавляем. А где мы используем то. У.: Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень легко закинули ребрышки, сняли пенку, накрыли крышкой, пошли погуляли там, дела свои поделали, через часок-полтора открыли, закинули овощи, чуть потушили. До готовности картофель, там морковки потушили и все, и кушать, и пора кушать. Ну вот уже появляется пенка, снимем пенку, потом накроем крышкой, убавим газ и оставляем на час-полтора, чтобы мясо хорошенько потушилось. Прошло минут сорок, я хочу добавить картошку. Перемешаем и накрываем крышечкой. С момента начала нашей готовки прошло уже полтора часа. 15 минут назад я закинул сюда морковку и грибы штаке. Теперь самый заключительный момент, это добавляем все остальные наши овощи. Это перец, лук и лук-порей. Надо все хорошенько перемешать, чтобы все пропиталось нашим соусом. Накрываем крышку, держим еще минуты 5 и можно уже кушать. Все, наше блюдо готово и мы будем выкладывать на тарелочку. Так как это праздничное блюдо, будем выкладывать таким вот образом. Еще такой кости. Вика переживала по поводу алкоголя, который я добавил сюда. Но я вас уверяю, вы можете не переживать, потому что это блюдо готовилось чуть меньше 2 часов и весь алкоголь испарился. Мясо получилось очень нежным, он вот видите, так расслабляется. Вот такое блюдо у нас получилось. Мясо очень нежное. И самое главное, что я хотел вам сказать, чтобы вы не переборщили с имбирем, потому что имбирь может испортить весь вкус. Мясо очень вкусно есть с рисом. На, попробуй. Ничего не поделили? Поделить? М-м-м. М-м. 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 Что скажешь? Холочный. Вот такое блюдо у нас получилось. Оно очень вкусное, сочное. Главное не переборщить с имбирем. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok